Доброе утро, уважаемые трейдеры! Поговорить о биткоине в контексте того, что этот инструмент продолжает переписывать свои исторические максимумы. И вот на текущий момент, если следите за этим инструментом, могли уже заметить, что этот инструмент торгуется не просто выше 4000 долларов за баррель, а в последней котировке, которую лично мне удалось увидеть, это 4375 долларов. Я объясню, точнее попробую объяснить, с чем это связано, и также, учитывая наш долгосрочный подход, думаю, будет не лишним оценить перспективы долгосрочной этого актива, скажем, на предстоящие пару-тройку месяцев. Вот этим мы как раз также сегодня и займемся. Плюс ко всему, друзья, не забывайте то, что на повестке уже, собственно, 15-е на календаре августа, мы уже в одном дне торговой сессии среды, когда нас ждут протоколы ФРС последнего заседания и потенциально мощный сигнал о покупке для доллара. Если все будет реализовано в соответствии с ожиданиями, действительно, доллар может показать еще более интересное движение, нежели то, которое мы наблюдаем вот с конца вчерашней торговой сессии. Сейчас американец старательно набирает ранее утраченные пункты, правда, все это может очень быстро сойти на нет, этот локальный позитив в отношении доллара стоит только ситуации, скажем, макрох отношений с США и Северной Кореей, снова утих в пике вот факта очевидной эскалации напряженности. Но пока, слава богу, все спокойно. И есть комментарии ответственных, высокопоставленных чиновников и руководителя ЦРУ, собственно, и представителей также Министерства обороны Соединенных Штатов Америки и госсекретаря, которые позволяют нам рассчитывать на то, что они сдержат, по крайней мере, вот эту острую, словесную риторику со стороны Трампа, поскольку они взяли уже на себя функцию тех, кто успокаивает рынок, даже несмотря на то, что говорит Трамп. Это хорошо, что есть балансирующие силы, особенно это хорошо, потому что опуская финансовые рынки и спекуляции на них, это вообще больная тема, связанная с военными конфликтами. И не хочется развивать, раздувать ее, и уж тем более не хочется уходить в дебри непосредственно реализации вот этой агрессии и тех действий, которые были вот обещаны. И огонь и ярость со стороны США, и, собственно, пуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи в адрес уже американской военной базы. Нам нужно взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, будучи оптимистами, быть уверены в том, что она быстренько сойдет на нет, напряженность сначала начнет стекать, а потом и вовсе стороны найдут дипломатические пути выхода из данного уже очевидного для всех инцидента. Поэтому мы сможем переключиться на старые добрые отчеты, на политику соответствующих регуляторов и на наши идеи, которых придерживаемся на протяжении многих месяцев. Вот брифинги мы ведем уже, думаю, лет пять. Я думаю, что многие из вас, соответственно, с нами на протяжении длительного периода времени и лично со мной большое вам за это спасибо. Я, собственно, как и всегда, обязуюсь и дальше снабжать вас информацией и буду делать это и за дня в день, и за неделю в неделю, и за месяц в месяц. Давайте, друзья, сначала поговорим про нефть, а потом перейдем на доллар, про который мне также есть, что вам сегодня рассказать. Ну и рынок нефти тоже не скучный сейчас инструмент. У нас есть и обновленный фундамент, и хорошо, что этот фундамент снова указывает на то, что мы правильно делаем, распродавая этот актив. Что же за фундамент? Я думаю, что по факту вчерашней торговой сессии, когда котировки нефти столкнулись в первый день недели с агрессивными распродажами, это на самом деле еще дополнительный сигнал того, что нам ни в коем случае не нужно сворачивать с пути наших коротких позиций. И в частности, вчера мы оказались вместе с котировками Brent в непосредственной близости от 50 долларов за баррель. Клосс торговой сессии 50-64, сейчас инструмент торгуется чуть повыше 50-83, но ситуация очень быстро меняется. Локально вчера триггером на азиатской сессии выступили слабые данные по Китаю, мы тут же использовали их в качестве неплохого утреннего такого буста, ускорителя для нашей короткой позиции. Плюс ко всему у нас был еще резонанс статистики Baker Hughes, но это все равно. Релизы, при всем уважении Китая и к статистикам Baker Hughes, эти релизы меркнут по сравнению с докладом администрации аналитической информации, который был сделан вчера. Конечно же, он посвящен перспективам роста сланцевой добычи в штатах. И так вот, именно этот доклад и усилил распродажи, поскольку ожидается в сентябре уже дополнительный прирост сланцевого производства на 117 тысяч баррелей, до на 6,19 миллионов. Неуклонно мы растем. Стоит отдать дань уважения, собственно, этому агентству. И вспоминая, опять же, прогнозы на протяжении 2018 года, они практически всегда попадали в точку. Ну, там небольшие несостыковки, несколько тысяч, но, на мой взгляд, это ерунда. Что значит, попадали в точку? Прогнозировали рост добычи и фактически мы его видели. Поэтому, если динамика восстановительная будет, друзья, сохранена и дальше, получается, что сентябрь станет уже девятым месяцем ежемесячного прироста нефтедобычи в штатах. Тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями для предложения. Параллельно с докладом Администрации научической информации, еще со статистикой по планам и прогнозам росту на добычи, были опубликованы данные по увеличению числа разведанных скважин, но еще не введенных в эксплуатацию. Так вот, их количество увеличилось на 208 до 7059. Здесь, какие мы выводы делаем? Скважины – это производственные мощности. Поэтому, говоря о росте производственных мощностей, это фактически возможность для нас говорить о предвосхищающем факторе и сигнале будущего роста нефтедобычи в США. Это еще один мощный сигнал и возможность продавать нефть. А до этого, я напоминаю, у нас еще был доклад Международного энергетического агентства, которое оценили рост добычи нефти в рамках стран ОПЕК. А в прошлом месяце, вы помните, я на это вчера делал акцент производства, мне это увеличилось на 260 тысяч, до 33 миллионов. Участники энергетического фактора не соблюдают взятые на себя обязательства, но в большей своей части, потому что, если говорить про страны ОПЕК, этот уровень исполнения сделки 75%, говоря про регионы вне ОПЕК, там еще меньше. Ну и вопрос на засыпку в студию, я думаю, что у продавцам, в принципе, есть что ответить на этот вопрос. Как действовать дальше по рынку? Нет. Потому что, особенно в свете роста нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, особенно в свете еще дополнительных подтверждений неэффективности усилий ОПЕК, которые были предприняты еще в конце 2016 года, направленные на ребалансировку рынка и разрешение проблемы с перепроизводством. Мы возвращаемся к истокам, которые когда-то стали причиной серьезнейших распродаж нефти. И сейчас, получая все больше поводов информации, убеждаемся в том, что медведи продолжают копить силы. Для чего? Для того, чтобы достигнуть критической массы, навалиться уже на этот инструмент и показать гораздо более серьезное ослабление, нежели то, которое мы видели накануне. 50 долларов за пароль. Совсем чуть-чуть остается до этого рубежа. Перейдем на статистика от Американского института нефти, далее от Министерства энергетики и в пятницу снова статистика Бейкер-Хьюз. Если не останемся без поддержки этих косрочных релизов, уверяю вас, мы закроем эту неделю ниже 50 долларов за баррель. Рубль 60, точнее 59.90 на премаркете. Через 20 минут стартуют торги на российской валютной бирже и придется уже закладываться в аденегатив на рынке черного золота. Поэтому сегодня с открытия мы увидим прессинг на рубль. Рубль, готовьтесь к тому, что ближе уже к европейской сессии будем котироваться примерно в районе 60-20, может быть, даже повыше, и снова станем претендовать на закрепление выше 61 рубля за доллар. Европейская валюта против доллара. Вчера у нас статистики было не так уж и много, хотя сейчас для европейской валюты, собственно, так же, как и неделю назад, при наличии даже соответствующего фундамента статистической поддержки, мы понимали то, что балом правит на строительство евро, реагирует на ситуацию с долларом. Доллар, в свою очередь, является заложником повышенного спроса на защиту инструмента, как следствие искала напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. Вчерашняя торговая сессия для евро стала разгрузочной, в частности, котировки 11.17.84 сейчас мы наблюдаем. Европейская валюта постепенно, полномерно снижается. Из важных событий этой недели, помимо протоколов, конечно же, способных повлиять, не способных, а обязательно повлияющих на доллар, у нас заседание, точнее, протоколы заседания Европейского центрального банка. Вчера я тоже делал акцент на это событие, а мы ждем еще одно подтверждение того, что Европейский центральный банк пока сохранит все эти инструменты, которые он предпринял в далеком 2015 году для разгона инфляции, без изменений и степроцентной ставки, и, собственно, программу количественного смягчения. Мягкая экономическая политика и лобби того, что она должна продолжаться и дальше, это, конечно же, долгосрочный фактор ослабления для евро. Мы будем подпитываться, собственно, таким подходом, ждать более интересных заявлений о траке на встрече в Jackson Hole. Но, друзья, я думаю, что пора высокого курса евро, она потихоньку близится к концу. Мы начинаем снижаться, и те отчеты, которые у нас по торговому балансу, по промышленному производству, то есть те отчеты, которые указывают на состояние европейских производителей, чье благополучие зависит от обменного курса. Эта статистика также сигнализирует о том, что европейская валюта должна стоить меньше. Промпроизводство еврозоны вчера 2,6% с 3 и 9 серьезный спад в месячном снижении на минус 0,6%. Это максимальное снижение в месячном выражении с 2016 года. И если в первом полугодии 2017 года мы наблюдали за довольно неплохими показателями по экономическому росту, то можно сказать, что этот экономический рост тогда базировался на осилиях данных по промышленному производству. Сейчас он производства снижается, поэтому я думаю, что у нас есть все аргументы, закладываются под слабое второе полугодие для экономики валютного блока. И вот эти отчеты статистические, они нас готовят, что и статистика также будет поступать и действовать против евро. Доллар японская иена. Что сейчас является определяющим для доллара? Ну, конечно же, это протоколы, которые завтра у нас в 21.00 по московскому времени. Здесь на что стоит ориентироваться? Я не думаю, что комментарии будут сверх жесткими, но налет жесткости все-таки будет прослеживаться в риторике, поскольку речь пойдет и о вероятности дальнейшего повышения процентной ставки и, собственно, сокращения баланса. Вчера у нас была возможность послушать снова, видимо, Дадли, который является представителем ФРС. В частности, он продолжает настойчиво лоббировать идею того, что ставка будет повышена до конца этого года, и сентябрь – это как раз тот самый заветный период, когда баланс начнет сокращаться. Правда, для того, чтобы, скажем, сократить его вдвое, примерно, понадобится не меньше пяти лет, но самое главное сейчас, чтобы этот процесс был запущен. Это тоже проявление жесткой монетарной политики. До этого у нас американец находился под серьезным давлением. Почему? Потому что буквально все общественности готовились к войне Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи. И не просто так, потому что сам Дональд Трамп в своих ответах, тоже мы говорили про это, сообщал о том, что военное разрешение, собственно, данного инцидента – это весьма вероятно, что может случиться. Собственно, работу над ошибками, назовем так, чрезмерно агрессивных высказываний Трампа провели его ближайшие представители. Это министр обороны США Матис и госсекретарь Рекс Тильбса, которые в ходе вчерашних, собственно, интервью сообщили о том, что, конечно же, до военного разрешения данное конфликта дело не дойдет, и сейчас ищутся все возможные автоматические пути, чтобы свести ситуацию на нет. И вроде бы как есть уже сигналы, скажем, таких теплых контактов, которые удалось установить Северной Кореи. И сигналы, указывающие на то, что их оппонент тоже не против, чтобы замять, скажем так, эту ситуацию и перестать, собственно, снабжать рынок, забрасывать рынок этими острыми высказываниями о готовящихся ударах ракетами по военно-американской базе и, собственно, готовности США ответить, в принципе, используя сопоставимые средства. Мы с вами допускали еще в конце прошлой недели, что эту ситуацию удастся взять в контроль. Я не думал, что это произойдет так быстро. Хотелось бы, чтобы действительно мы говорили уже в последующие торговые дни исключительно о деэскалации напряженности и смогли уже, в целом, сфокусироваться на статистике по штатам и на протоколах. Пока у нас для этого есть все условия и возможности, и, судя по всему, доллар также успокоился, потому что мы не видим повышенного спроса на защитные инструменты. Напротив, золото снижается у нас, франк тоже снижается. Японская валюта отдала лидерство, собственно, своему конкуренту доллару. И американские долговые бумаги тоже растут по доходности. Это свидетельствует о недостаточно высоком спросе. В частности, еще и индекс доллара вчера влезла на 0,3% до 93,41%. И я уже говорил про прогнозы Банка в Америке. Считают они то, что доллар будет дальше расти. Он уже находится на критических уровнях своей перепродности. Также давно полегчателем, собственно. Мы к этому тоже готовимся, поскольку лично я являюсь покупателем доллара. Вы это уже знаете. Я не верил, что доллар позволит затащить себя ниже планки 109, 108. Искал в каждом десятке пунктов, которые все-таки он утрачивает против иены. Вот этот самый разворот пока что у нас случился. И вот сейчас мы можем говорить уже о котировках выше 110. Если все пойдет как по маслу, протокол станет еще большим опыцем для роста доллара. И мы сможем уйти по паре доллара японской иены выше отметки 111. Американский фондовый рынок вырос. Сейчас котировки по S&P 2370 пунктов. Тоже по факту деэскалации на протяженности. Сейчас в центре внимания трейдеров данные по уроничным продажам. Они, кстати, будут публикованы сегодня в 15.30 по московскому времени. Если розница как индикатор потребительской активности не разочарует, тогда американский фондовый рынок продолжит свое восстановление. Но так же как и днем ранее и так же как на прошлой неделе и, собственно, еще и в конце прошлого месяца, я пока советую не торопиться с покупками американского фондового рынка. Фонд снижается. Можно связать это снижение и с ростом доллара. Хотя, наверное, локально это именно так. Ну и даже если закрыть глаза на доллар, если бы у нас не было сейчас поддержки со стороны американца, мы понимали то, что фонд уязвимый инструмент и по причине собственного фундамента, а именно рисков Брекзита, сложности вот этого переговорческого процесса. И все-таки продолжаем ждать поддержки для короткой позиции от стат данных. Сегодня в 11.30 совсем скоро выйдут данные по инфляции. Большое спасибо всем, кто присутствовал вчера на вебинаре в правильный понедельник. Мы разбирали детальный отсчет. Я в целом могу отметить то, что, наверное, какой бы ни вышел сегодня показатель, стоит рассчитывать на распродажи британцев. Потому что в данном случае повышение инфляции будет воспринято как риск и угроза для потребительской активности, как негативный момент. С другой стороны, снижение инфляционного давления позволит говорить о том, что вероятность повышения процентной ставки еще большей снизилась. Я считаю то, что фунд сегодня также может оступиться. И, в принципе, с текущих котировок 1.29.64 потендовать на движение в район поддержки 1.29. Австралиец сегодня на азиатской сессии также был в центре внимания, поскольку утром вышли протоколы последнего заседания. По протоколам сказать что-то интересного нечего, поскольку была повторена риторика Филиппа Лоу, руководителя Резервного банка Австралии, о том, что экономический рост и инфляция могут столкнуться с давлением в случае роста обменного курса австралийца. Поэтому не бывать этому. А сокращение, точнее, сохранение политики неизменной, это то, что соответствует долгосрочным прогнозам и ориентируем по наиболее ключевым параметрам денежно-кредитной политики. То есть, другими словами, Резервный банк Австралии признал факт и, собственно, оппозицию того, что политика меняться не будет. Значит, австралийский доллар останется в числе аутсайдеров. Без даже таких мягких комментариев мы сейчас будем получать еще и поддержку для короткой позиции от роста доллара. Напоминаю, друзья, если мы каким-то чудом снова со текущих уровней и будем преддавать на движение в район 1, точнее 0,80, это еще одна возможность, чтобы продать с очень высоких уровней. Вчера я, кстати, на вебинаре проводил параллель с парой Евросвиси, когда была когда-то незыблемая планка 1,12, сейчас по австралийцу, на мой взгляд, это тоже нечто похожее уровень. Это 0,8. Приближаемся к нему, смелым продаем и рассчитываем на то, что удастся получить довольно неплохой профит. По биткоину, друзья, продолжаем расти. За последние несколько недель уже сколько раз сбился со счета, переписали мы исторический максимум. Сначала у нас была планка 3, 13504, кстати, на этих выходных, и сейчас 4 375 долларов за 1, собственно, за одну единицу данной криптовалюты. И попея биткоина после раздела на биткоин и биткоин кэш продолжается. Интерес к этому активу присутствует. И я думаю, что котировки этого инструмента легко могут в ближайшее время переписать даже 5 тысяч долларов за одну единицу валюты. Почему? Потому что буквально несколько дней назад, если вы следите за новостным фоном, было принято решение американской комиссии по торговле ценами бумагами создать ETF-фонд, который будет ориентирован на торговлю именно криптовалюты, в данном случае биткоин. Это ETF, который, разумеется, сразу подробят на акции. Он будет котироваться на Нью-Йоркской бирже, поэтому сам факт самого динамично растущего финансового рынка и желание присоединиться, приобщиться вот к этим спекуляциям будет у всех, кто только захочет. Но, прежде всего, я хочу сделать акцент на инвестиционные фонды, которые раньше не имели возможности работать с биткоинами, поскольку этот актив был вне, скажем, регуляции правового поля. Сейчас этот инструмент поместили на Нью-Йоркскую биржу через ETF-фонд, поэтому спрос возрастет в разы, особенно спекулянты, да и трейдеры, инвесторы, близкие к рынку, далекие от рынка, все сейчас говорят об этом активе. Можно говорить, что это такой же пузырь, на самом деле это так и есть, как и американский фондовый рынок, можно говорить о том, что это самая настоящая пирамида, но в то же время хочу отметить, потому что участники пирамиды никогда не боялись потерять деньги, не боялись присоединиться к ней в числе последних. Судя по тому, как растет биткоин сейчас, пока что этот риск уходит на второй план, и все считают, что этот инструмент будет расти. Я напоминаю вам про закон Мура, который гласит, что если формируются тенденции, то они могут удваиваться. В данном случае по закону Мура мы видим удвоение стоимости биткоина за последние 8 месяцев, по-моему, курс в год. Если такие темпы будут сохранены и дальше, друзья, то купив этот актив сейчас, к 2021 году, мы будем наблюдать уже котировки не 4 тысячи долларов, а в районе 100 тысяч долларов. То есть еще, может быть, удастся присоединиться к более серьезному ралли, которое должно состояться. Я думаю, что решение вам нужно принять самим, но, конечно же, не забывайте, что биткоин может и выдасти на 100% за одну торговую сессию, и, к сожалению, оказаться на очень плачевных ценовых уровнях в плане донного значения тоже за такой же короткий промежуток времени. Но в данном случае, возможно, риск оправдан, общинка растоит свои выделки, тем более, что без плеча даже торговля с этим инструментом, работа с этим активом может принести очень хороший доход. Из событий сегодняшнего дня. В 11.30 данные по инфляции в Англии, в 15.30 троничные продажи США, и в 23.30 это статистика от Американского института нефти по запасам. Следим за этими данными, завтра будем их анализировать. Хорошей вам, удачной торговой сессии. Как и всегда, контролируйте риски. Ну и если есть вопросы, форумы маркетс и канал на YouTube к вашим услугам. Не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok